ребят всем привет как вам и обещал в прошлом выпуске сегодня расскажу о таком интересном режиме в программе для слайсинга 3d моделей ультимейкер куро это печать в режиме вазы порывшись на ресурсе thinkiverse создается впечатление что немалую часть 3d печатников составляют декорщики ребят которые как моделируют и печатают вазы такие обычные пользователи желающие скачать и распечатать какой-либо вазон чтобы приукрасить интерьер у себя дома ну или в качестве подарка после выбора и скачивания 3d модели вазы да и не только ваза любой другой полой модели например это может быть сортировочный модуль как из прошлого моего видео загрузив модель в куру может оказаться что она не полая а цельная в описании к модели может быть указано а может и нет что ее нужно печатать в режиме вазы в общем-то название режима говорит само за себя но давайте его подробно разберем так как в нем есть свои нюансы и думаю вам будет интересно узнать как он работает стоит отметить что могут быть и полые модели то есть после загрузки в куру она будет как положено полой с тонкой стенкой и может показаться что ее без проблемы качественно можно распечатать с обычными настройками однако это не так многие новички в 3d печати приходят в ступор так как по умолчанию в куре данный режим недоступен печать полой модели в обычном режиме получается с косяками вот пример распечатал вазу стандартным соплом 0 4 миллиметра с толщиной стенки 0 8 миллиметров как видите на внутренней стенке слои не слипаются и образуется паутин печать таком режиме получается очень долгой и не экономичной сама деталь получилась тяжелой и не очень прочный печать в куре в режиме вазы представляет из себя печать лишь одного контура детали он очень сокращает скорость печати в отличие от обычных даже если не считать замену сопла и не увеличивает скорость печать дело в том что 3d принтер печатает деталь как бы по спирали это к примеру если взять и наматывать ровненько по стенке катушки в ряд нитку слои печатаются непрерывно при этом в них отсутствуют швы принтер не производит ретрактов и перемещений на которой затрачивается определенное время ну кроме как при печати на самой детали при этом интересно работает двигатель оси z он постоянно вращается они перемещают то есть периодически от слоя к слою как в обычном режиме режим вазы очень облегчает процесс моделирования не нужно тратить время на то чтобы сделать деталь полой то есть такой какой она должна быть в реале интересно а в других программах для слайсинга есть подобный режим напишите в комментариях другими программами для слайсинга не пользовался не в курсе поэтому интересно что касается смены сопла если модель маленькая то есть это маленькая ваза высотой сантиметров 10 или небольшая коробка для легкой мелочевки в принципе сопло можно не менять и оставить стандартная 0 4 миллиметра но если вы хотите распечатать большую прочную 3d модель да еще и чтобы воду не пропускала советую не лениться и сменить сопло как минимум на 0 8 миллиметров небольшое предостережение обязательно меняйте сопло на разогретом хот-энде на холодном можете сломать термобарьер настройки и так настроим режим вазы в версии куры 3.6 четвертую пока не ставил но думаю в 4 и более ранних версиях настройки можно выполнить аналогично чтобы добраться до настроек этого режима нужно включить его отображение кликаем по значку в меню настроек печати и выбираем показать все настройки после этого внизу разделов настроек добавится несколько дополнительно нам нужен раздел специальные режимы заходим в него ставим галку спирально печатать внешний контур и изглаживать спиральные контуры после включения таких опций кура будет игнорировать множество настроек таких как заполнение отчасти в перемещении и прочее но некоторые из них можно подкорректировать это настройки в ограждении в них остаются доступны только изменения крышки и дна здесь ну к примеру для печати сортировочного модуля я ничего не менял все настройки остались для обычной печати для пыла пластика далее если все-таки поменяли сопло скажем на 0 8 миллиметров идем в настройки принтера настройки экструдера и меняем диаметр сопла на тот который установили также меняем настройки в разделе качество тут все просто умножаем все на 2 а еще лучше рекомендую установить плагин на принтер settings он добавляет настройки принтера в настройки печати и не нужно дополнительно там идти куда-то искать настройки принтера это очень удобно также он позволяет изменить очень много настроек которые доступны лишь через меню принтера и прошивку но будьте с ними аккуратны вообще если у вас все настроено меню принтера и в прошивке отключите ненужные настройки кликнув шестеренки в категории принтер settings и поубирайте галки на ненужные настройки в общем в принтер settings меняете диаметр сопла аккура автоматически подгоняет остальные настройки но на всякий случай еще раз все проверьте мне пришлось дополнительно лишь изменить высоту слоя настраиваем все закидываем в озон устанавливаем необходимый размер и печатаем ах да ребят чуть не забыл в прошлом видео обещал показать как можно изменить высоту сортировочного модуля ну или любой другой 3d модели это можно сделать обычным масштабированием выделяете детали выбираете в левом меню масштаб и задаете свои размеры при этом будет меняться размер всей детали а если убрать галку обычное масштабирование можно задать размеры для каждой из сторон сортировочный модуль можно сделать прямоугольным замки при этом без проблем будут работать аналогично можно поступить и из другими 3d моделями и так жмем печать и радуемся процессу а в конце печати и тому что получилось для печати ваза не поленился и сменил сопло на 0,8 миллиметра а пластик решил попробовать SBS никогда им ранее не печатал это пластик fd пласт на него доступна и цена и он отличного качества это не реклама то же самое могу сказать и о пластике например грек тоже неплохое но его нужно заказывать из питера и ждать доставки SBS по сравнению с ЭБС и PLA намного мягче думал что из-за этого будут проблемы с подачей стоковым ТЭОвском Болдене однако прошло все замечательно у SBS просто отличная акдезия к столу и посмотрите какая красота получается да цвет пластика гламурный ничего не скажешь ваза получилась прочная мягкая а главное достоинство это пластик а он полупрозрачный очень подойдет для использования в декоре связанным с каким-либо освещением там или подсветкой фонарики какие-нибудь дела и и и А на этом друзья все, благодарю вас за просмотр, пожалуйста оцените это видео лайком, это лучшая награда за мои труды, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и не забыв при этом включить колокольчик. Желаю вам творческих идей и их воплощений в жизнь. Всем пока.